Наш телеканал уже рассказывала о концерте, прошедшем в памяти о Дмитрии Когане. 29 августа исполнится 4 года, как этот знаменитый скрипач и популяризатор искусства ушел из жизни. Сегодня мы еще раз вспомним о том, каким музыкантом и человеком был Дмитрий Коган и что значила для него тверь. Дмитрий Коган – это представитель целой музыкальной династии, которая известна, во-первых, давно, а во-вторых, не только в России, но и без всякого преувеличения во всем мире. Дмитрий является таким славным представителем прекрасной династии Коганов. Его дед великий просто скрипач Леонид Коган, один из самых ярких скрипачей Советского Союза и даже мира. Отец тоже очень известный музыкант, дирижер, скрипач. Андрей Кружков хорошо знает, что говорит, ведь для него Дмитрий Коган – это не только коллега, но и однокашник. С Дмитрием мы вместе поступали в Московскую консерваторию в 1996 году, пересекались многократно. Не могу сказать, что мы дружили, но он не просто музыкант хороший, он еще общественный деятель, он такой человек, связанный с гуманистическими ценностями. Видно было, что он очень был творческим, неординарным, харизматичным, может быть, даже немножко вспыльчивым. Но все какие-то реакции, наверное, на то или иное событие, которое происходило на репетициях, это, наверное, результат в первую очередь того, что он очень любит просто то дело, которым занимается, любит академическую музыку. Он очень много знает, и я уже сказал, что он, на мой взгляд, является максималистом. В 2017 году Дмитрий Кован ушел из жизни. Это стало невосполнимой потерей не только для коллег, но и для любителей классической музыки. Среди них и главврач медцентра имени Аваева Корене Конюхова. Трудно говорить о нем в прошедшем времени, потому что казалось, что этот человек еще много доброго может сделать, и благотворительность, которой он занимался. Это все, конечно, грани его творчества, грани его таланта, грани его человеческих каких-то качеств. И говорить о нем в прошедшем времени действительно крайне тяжело. Как один из своих лучших дней жизни Корене Александровна вспоминает большой концерт, который Дмитрий Кован дал в 2016 году в Москве в знаменитом доме Пашкова. Наши земляки присутствовали там по приглашению журнала Реноме и вице-спикера Госдумы Владимира Васильева. Во-первых, сам дом Пашкова. Великолепное совершенно здание архитектурное. Оно праздничное, оно торжественное. И мы собирались туда. У нас очень хорошая компания туда ехала, отсюда, из Твери. И это было ощущение такой приподнятости, действительно праздника, летний день, это июнь. И, в общем, мы не ошиблись в своих ожиданиях. Ощущения после концерта были совершенно фантастическими, потому что это был чудесный... Я вообще очень люблю классическую музыку, мне было очень тепло и уютно. И, знаете, было такое погружение в классическую музыку, которая тебя обволакивала. Вот соответствовало все – настроение, место, музыка, исполнитель. Тверская делегация побывала на том концерте, в том числе и в знак благодарности Дмитрию Когуну. Ведь он по-особому относился к столице Верхней Волжи. Я был свидетелем в отношении города, в отношении нашей филармонии, оркестра. Может быть, от того, что он получил старт, этот проект здесь, в столице Верхней Волжи, у него было, может быть, особое трепетное отношение. Но я думаю, что и не только поэтому, потому что еще и оркестр был отобран на гала-концерт. Он говорил, что здесь потрясающий публик, очень теплый, внимательный и публика с такими вот традициями. Именно в Твери стартовал, пожалуй, самый масштабный проект Дмитрия Когана. Турное, получившее название «Время высокой музыки». Оно охватило все регионы России и стало настоящим явлением в культурной жизни нашей страны. Вообще, грандиозная вещь, то, что он придумал и как это должно было развиваться в дальнейшем. Тверь тогда стала первым городом в рамках этого проекта. И совместно с губернаторским камерным оркестром Российской Камератой, нашей филармонии, он выступал на сцене концертного зала. Вообще, такая миссия направлена на внедрение академической музыки в широкие массы. Потому что он, во-первых, исполнял музыку очень такую популярную, там, Чайковского и Моцарта. Были такие произведения Уильямса, Пиццолы. Но самое главное, что он, да, тех, кто, наверное, впервые пришел на концерты, доносил то, вот главное, то, мне кажется, о чем он говорил в своих интервью, это вот через музыку как-то вот привить в людях хорошее, доброе, настоящее. Фишкой того турне стало то, что Дмитрий Коган играл на скрипке, которую изготовил сам Джузеппе Гварнери. У Дмитрия должно было быть все по высшему классу. То есть это вот было в его заявке, это было в его темпераменте. И, конечно, хороших музыкантов, играющих на хороших инструментах, их много. Но Гварнери – это коллекционный инструмент, то есть это инструмент из государственной коллекции, который оценивается в миллионы долларов. Безусловно, когда, знаете, когда человек… Вот есть хороший инструмент рояль, но когда еще есть хороший пианист, который может максимум извлечь тонкости звуковых из этого инструмента. То же самое со скрипкой. Когда ты не просто владеешь инструментом виртуозно, когда ты не просто умеешь чувствовать музыку, но у тебя есть вот все возможности, чтобы передать вот эти вот все тонкости. Конечно, это тоже дополнительный фактор на то, чтобы повлиять на публику. Вот. И, кроме того, инструмент, ну, просто чисто физически, он мощный достаточно. Он тембрально очень богат. Так что даже невооруженным таким вот, кажется, глазом или слухом это все слышно. Это произвело большое впечатление и на Владимира Васильева. Ему, как генералу МВД, было хорошо понятно, какая это ответственность. Знаете, когда он приехал, он привез с собой очень дорогую скрипку. Он хотел, чтобы вот эта высокая музыка в его исполнении великого маэстро еще и на этом инструменте, который 16 века, к слову сказать, услышали мы, понимаете. Четыре года прошло с того момента, как нас покинул Дмитрий Коган. Но в Твери всегда будут помнить этого великого мастера. В его память на набережной Степана Разина был организован культурный вечер. В этом прекрасном месте у памятника нашему земляку Андрею Дмитриевичу Дементьеву собралась культурная элита, политическая элита нашего города. Здесь проходит концерт памяти Дмитрия Павловича Когана. Важным моментом того культурного вечера стала презентация портрета Дмитрия Когана. Автор работы, тверской художник Владимир Васильев, отмечает, что писать эту картину для него было непросто. Я не был с ним знаком, поэтому писал портрет по фотографиям, которых очень много, слава богу. И вот, не знаю, удалось, не удалось, но, во всяком случае, мне хотелось одновременно, понятно, что одухотворенность, как у замечательного музыканта, и что-то такое вот именно внутреннее благородство, внутреннее какое-то содержание, которое он стремился оставить после себя. Почему такая цветовая гамма, ощущение, как будто он лично у меня, как будто он где-то в пламени? Так оно и планировалось. Это главная такая задача, что человек просто-напросто сгорел. Сгорел ради нас, ради нас и для нас. Вот просто для нас в широком смысле этого слова. Во-первых, он был замечательный скрипач, вот именно скрипачи обычно бывают такие тонкие, лиричные, а он был такой вот именно душа нараспашку. Тот вечер стал большим событием в культурной жизни Твери, за что гости были очень благодарны организаторам праздника. Журнал «Веноме» и Нина с Вячеславом Метлиным очень много делают для организации именно таких праздников, поддерживают культурную интеллигенцию Твери. Я им очень благодарен. И я думаю, что не я только один, вся Тверь благодарна им. Очень они болеющие за культурную жизнь Твери. При этом все отмечали хороший выбор места проведения культурного вечера. Для города новое общественное пространство, то место, в котором появляются какие-то новые смыслы, новые такие вещи, которые нас объединяют, и в данном случае это поэзия, культура. Это очень здорово. Таким образом, благодаря Дмитрию Когану, Тверь не только услышала скрипку в Барнере и стала отправной площадкой для начала грандиозного события в культурной жизни страны. Вполне возможно, что в городе появится еще одно культурное пространство для проведения таких вот камерных и очень душевных мероприятий.